Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня во вторник за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 11, стихи с 1 по 10. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно, бысть в негдобыте Иисусу на месте некое молящуся, и яко приста, рече некий от ученик Его к нему, Господи, научи не молитесь, яко же и Иоанн, научи ученики своя. Рече же им, егда молитесь, оглаголите, Отче наш, иже на небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный подавай нам на всяк день, и остави нам грехи наши, ибо и сами оставляем всякому должнику нашему, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. И рече к ним, кто от вас имать друга, и идет к нему полунощи, и речет ему, Друже, дашь ми взаим три хлебы, пониже друг приди с пути ко мне, и не им он часо предложить ему. И той изнутрь отвечав речет, не твори ми труды, уже двери затворены суть, и дети моя со мной на ложе суть, и не могу восстав дати тебе. Глаголю же вам, аще и не даст ему восстав, за ней есть друг ему, но за безотчество его восстав даст ему елико требует. И аз вам, глаголю, просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам, всяк бы просяй приемлет, и ищай обретает, и толкущему отверзится. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время случилось, что когда Иисус в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Он сказал им, «Когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им, «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет ему в полночи и скажет, «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав, даст ему сколько просит. И я скажу вам, «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете. Стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». В Господней молитве, которую мы слышим в сегодняшнем чтении, дорогие братья и сестры, содержится сама суть Евангелия. Разберем каждую строчку этой молитвы подробно. Произнося слова «Отче наш», то есть называя Бога нашим отцом, мы осознаем себя его детьми, а также братьями и сестрами по отношению друг к другу. И, следовательно, молимся не только от себя и за себя, но и от всего человечества. Говоря, «Сущий на небесах, мы отрешаемся от всего земного и возносимся умом и сердцем в мир горний». Слова «Да светится имя твое» означают «Да будет имя твое свято для всех людей, да прославляют все люди и словами, и делами своими имя Божье». Словами «Да приидет царствие твое» мы молимся о том, чтобы Господь воцарился в душах всех людей и после этой временной земной жизни сподобил бы нас жизни вечной и блаженной в общении с Ним. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». То есть пусть все совершается по всеблагой и премудрой воле Божией. А мы, люди, также охотно исполняем волю Божию на земле, как исполняют ее ангелы на небе. Словами «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день» мы говорим о том, что нуждаемся только в насущном, то есть ежедневном, необходимом для поддержания нашего существования, а значит живем постоянным упованием на Бога. Слова «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему» с особой силой внушает нам необходимость прощать нашим ближним все обиды, поскольку, не прощая другим, мы сами не смеем просить Бога о прощении наших грехов перед Ним. Произнося слова «И не введи нас в искушение», мы просим Бога оградить нас от падения, если испытание наших нравственных сил неизбежно и необходимо. Говоря же «но избавь нас от лукавого», просим оградить от всякого зла и от виновника его дьявола. Молитва заканчивается словом «Аминь», означающим «так действительно истинно да будет» и является выражением уверенности в исполнении просимого, так как все в этом мире принадлежит Богу, вечное царство, бесконечное могущество и слава. Побуждая иметь твердую веру, Спаситель рассказывает притчу о настойчивом друге. Святитель Василий Великий замечает, что Господь берет пример с человека, обращающегося к человеку, чтобы научился ты никогда не терять надежды, чтобы, когда будешь просить и не получишь, не переставал просить, пока не получишь, если только, как сказано прежде, просишь того, что Богу угодно. И что бы ни говорил, я грешник, потому и не услышан. Наконец, хотя пройдет месяц и год и трехлетие, и большее число лет, пока не получишь, не отступай, но проси с верою и непрестанно делая добро. Если настойчивость понуждают упрямого и нежелающего что-либо делать человека, дать просящему все необходимое, то тем более Господь наш Иисус Христос, будучи бесконечной милости в к нам, по любви своей и беспредельному милосердию своему, услышат нашу молитву. «И скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и обрящите, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворяют». Блаженный Иероним Стридонский указывает, «Если просящему дается, если ищущий находит, а толкающему открывают, то, следовательно, тот, которому не дается, который не находит, которому не открывают, является просившим, искавшим и толкавшим не так, как должно». Итак, будем толкать в дверь Христову, чтобы, когда мы войдем, нам открылись скрытые и в тайне сокровища во Христе Иисусе, в котором всякое познание. Таков образ истинной молитвы, предстояние со страхом и трепетом, любовью и мужеством перед нашим Спасителем. И спросим же, дорогие братья и сестры, милостью Господа нашего Иисуса Христа, поверяя Ему сокровенные прошения нашего сердца и преподая к величествию Его со смирением и глубокой верой в отеческую благость». «Помогай нам в этом, Господь!» «Господи Божий мой, на Тя уповань, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok